Концепция общественной безопасности Прописанных приоритетов Или же оглашенных Или же на бумажном носителе То есть как мы с вами жить будем И куда, какое общество мы будем строить И куда мы с вами будем двигаться Вот это в целом концепция Концепции их в пределе две То есть в принципе они сводятся всего к двум В та, в которой мы живем сегодня Концепция, замысел В котором находится цивилизация уже несколько тысяч лет И соответственно никто ее там Справедливой не назовет Есть справедливая концепция Которая, она не была до 91 года выражена В лексических формах Но она была в сказаниях В сказках В былинах, которые в изустной Фольклоре В народном происходило Это желание людей жить по правде По справедливости От щедрот души своей То есть вот это вот желание людей Жить то, что называется по-человечески И концепция И вот эта концепция Человеческая Она была выражена в лексических формулах Только в 91 году До этого была Ну скажем так Противоположная концепция Ну называем мы ее западная концепция Она была выражена в лексических формулах И соответственно Именно это объясняет Почему мы так долго находимся В таком состоянии В не совсем здоровом То, что наша вся цивилизация На сегодняшний день Ну пришла, если сказать Не к тупику Но к такому кризису Те кризисы, которые сотрясают наше общество Это вот результат управления На основе концепции Которая внедрена была Несколько тысяч лет назад То есть концепция Это как бы такой свод законов Куда жить? Законы Дело в том, что законы У нас люди воспринимают Это несколько Где-то кто-то там проголосовал И написали эти законы Здесь надо понять То, что понимать И надо знать Что в обществе у нас действует Не три вида власти Как нас учат Законодательная, исполнительная И судебная, правовая А в обществе действует Пять видов власти То, что над законодательной властью Есть идеологическая власть И советское время Да, она была у нас Де-юрея И фактически там Обкома, райкома, крайкома И так далее Но идеология Сама по себе Идеология Они откуда появились? Как они появлялись? Почему там в Думе Тот же там Шандемин В свое время Кому-то там В глаз Какому-то СПСнику Заряжал Почему там КПРФ За одни законы бились СПС За другие законы От чего это? От идеологии Идеологии разные А кто эти идеологии писал? Если брать Основу Если взять Допустим Либеральную идеологию Это Ряд Теорий И разработчики Кейнси Неокенсианство Адам Смит В том числе Приложил руку Различный гуру Либеральной теории И в принципе И взять Допустим Марксизм Ну естественно Маркс Писал Марс Дальше там Энгельс Плеханов Дорабатывал Ленин Развивал все это дело То есть это конкретные люди А вот чем они руководствовались Когда писали эти идеологии? Они руководствовались тем Что как они видели мир То есть Та система взглядов Которая у них была в головах То есть концепция Это система взглядов Система взглядов На что любят Да В пределе В общем-то Сейчас кстати Вот это слово Пытаются опять заболтать То что концепция того Концепция сего Типа концепции На самом Типа их много На самом деле Их в пределе Можно к вести двум Справедливый Справедливый И несправедливый Хорошо Тогда Почему она так называется Концепция общественной безопасности? Откуда такое называется? Ну определиться надо Вообще В принципе С опасностями тогда То есть Какие в пределе И если мы сейчас Начнем перечислять Все эти опасности Которые То мы в пределе Они для кого опасность Для человека Для одного человека Или же Для Все-таки Для всего общества Для чего Какую они несут Составляющую Вот эти вот опасности И вот Индивидуализм Индивидуально Для одного человека Или же в целом Для всего общества То есть Мы рассматриваем Именно как С позиции Всего общества То есть Это Что позволяет Создать Такую систему Которая Будет безопасна Как для всего Общества Так и для каждого Человека В отдельности Ну а почему Не назвали тогда Концепция Расскажем Справедливого Мироустройства Почему именно Общественной безопасности? Дело в том Что Справедливость Что такое Справедливость? Сразу встает Вопрос Что такое Справедливость? Дальше встает Вопрос А что такое Мироустройство Мироустройство Если с точки зрения Сегодняшней науки Говорить Мироустройство Считается Что это материя Пространство Энергия Время С нашей точки зрения Это такой марразм Это марразм На уровне того Что земля Держится на трех китах Которые На трех слонах Которые на трех китах И плавают Они там В какой-то там Где-то там В жидкость То есть Это уровень Вот такой Но это На этом сейчас Стоит наша Легитимная наука Хотя на самом деле Мироздание Это три единства Материя Информация Мера Где все процессы Управляемые Неуправляемых Процессов В принципе нету И соответственно И есть Начало всего То что люди называют Бог Бог творец И вседержитель Нравится Кому не нравится Так оно и есть И в принципе Вообще Вся логика Достаточно общей теории Управления Она приводит К пониманию того Что Бог творец И вседержитель есть То есть Это иерархическое Наивысшее Всеобъемлющее управление Которое человеку Вообще-то При жизни Необходимо учитывать Чтобы не совершать ошибки Ясно Откуда она появилась Концепция общественной безопасности Откуда она взялась Откуда взялись Вот истоки Истоки Это из Она Это достояние Русской культуры То есть Она произросла Из русской культуры Из мира понимания Мира ощущения Русской цивилизации Здесь тоже Надо сразу оговориться Что у нас есть Цивилизация Там допустим Евроамериканская цивилизация Есть Исламская цивилизация Есть цивилизация Буддийского Востока А есть русская цивилизация Об этом кстати Говорит Владимир Владимирович Путин В своих выступлениях Февральских Он очень четко сказал Об этом Это вещи То что мы называем Первоприоритетные И соответственно Это один из аспектов Почему мы кстати Поддерживаем Владимира Владимировича То есть Он видит и понимает То что происходит Не только у нас в стране Но и в целом На планете Земля И соответственно Если более кардинально Точнее ближе К нашему времени Подойти То есть Кто это сформулировал Разработчики Это офицеры Офицеры Военно-морского флота Это разработана Она была Как аналитическая работа Еще в Советском В Советском Союзе Было задание Определенной группе То есть Выявить Тенденции Происходящего В Советском Союзе И соответственно Вот эта аналитическая группа У нее был очень серьезный допуск В архивы И они на протяжении Довольно Такого длительного времени Они работали То есть Анализировали происходящее Анализировали прошедшее То есть Для того чтобы Как можно более точно Сделать прогноз Тебе надо Как можно более дальше Нырнуть в прошлое Вот они нырнули И выявили Выявили о том Что откуда произошла Наша цивилизация Почему На тот момент Это 1991 год И к чему Все это дело ведет Было доложено Наверх Было доложено В КГБ Было доложено Непосредственно Горбачеву Но результата не было То есть Эти Знания Не были приняты И Ну а то что дальше Происходило Мы с вами знаем И видим То что был Развал Советского Союза Об этом там в принципе Об этом В прямую По сути говорилось К чему это все ведет То есть там были Рассмотрены По сути Перспективные развития Сценарий До 2005 года В том числе А почему флота А не каких-то там Институтов Так сложилось Скажем так При первом приближении Кстати Они написали Все вот эти 70 книг Нет Нет Вот здесь Вот уже Это несколько Уже другой этап Они написали Вот эту вот записку Да Перспективное развитие Этого сценария До 2005 года Это в общем-то Это так называем Неокр И соответственно Она была доложена Она доложена была В институт США и Канады Ну я об этом уже говорил Да То что отмахнулся Горбачев Крючков По каким-то там причинам Кто говорит Что испугался Кто говорит Что Ну отказался По сути Да Это председатель Да ККБ Но тогда Вот помог выпустить Уже в 92 году То есть вот эту уже работу После уже развала Советского Союза Десятитысячным тиражом В городе Санкт-Петербург В городе Ленинград Это первый Один Первый зам Филипп Денисович Бобков Десятитысячным тиражом И вот она уже тогда Получила название Мертвая вода И соответственно Вот именно с этого Пошло ее Распространение Группа, которая работала Она взяла на себя Себе взяла Такой псевдоним Так называемый Внутренний предиктор СССР СССР это Святая, соборная, справедливая Русь Внутренний предиктор Это словосочетание Из высшей математики То есть это один из способов Решения задач Предиктор-корректор Когда берется там задача И последовательными приближениями Решается Ну грубо говоря С конца там и с начала Перевести если на русский язык Да, предиктор-корректор Это предуказатель-поправщик В пределе Вот таким вот образом Дальше вот эта группа Она В нее стали входить и другие То есть не только тот первоначальный Кто-то уходил Кто-то там приходил И соответственно Вот они начали писать Эти аналитические Сначала и аналитические записки Потом это все дело Начало Компоноваться в книге Потом было образовано Были парламентские слушания Это уже 95-й год 28 ноября Который организовал И проводил Петров Константин Павлович Генерал-майор И после Вот именно после Проведения этих парламентских слушаний Кстати концепция Общественной безопасности Она является единственной Легитимной концепцией У нас в стране То есть это та концепция Которая прошла Режим парламентских слушаний Была она одобрена Другой момент То что дальше Следующий Созыв Не внял Предложение Предыдущей думы И соответственно Она начала Замалчивать То есть те силы Которые стоят над Они очень четко Поняли что это такое И всеми силами Начали конечно Оказывать противодействие Так вот После парламентских слушаний Пришли где-то уже Через год В течение года Полутора Пришло понимание о том Что без создания структуры Дальше ехать Просто-напросто Невозможно Ну и соответственно В соответствии с Достаточной Общей теорией управления Там есть такая штука Называется Полная функция управления Которая есть В любом управленческом процессе То есть там Семь этапов Которые необходимо Выполнять При реализации Любого управления То есть три этапа Там посвящены По сути структуре Была создана структура В 97 году Вот сейчас На сегодняшний день В октябре месяце Нашей структуре Уже будет 15 лет То есть Партия КПЕ Партия КПЕ На тот момент Она называлась Движение к Бога Державию Потом Получила она название Всенародная партия Мирной воли Единения Далее в 2002 году Концептуальная партия Единения И под этим названием Мы участвовали в выборах В 2003 году Заняли 10 место С 23 партий И после Введения Нового закона О численности О повышении численности До 50 тысяч человек Мы набрали Необходимую численность Но нас посчитали неправильно И в результате Нас закрыли Закрыли партию Было организовано Движение И с 2009 года То есть Опять Было принято решение О создании партии Мы в течение С 2009 года Мы каждый год Проводим съезды И каждый год Подаем документы Минусные на регистрацию Так вот При Партии КПЕ Есть Аналитический центр Есть Академия управления Которая на сегодняшний день В том числе Пишет И пишет книги То есть Пишет книги Не только Внутренний предиктор СССР Но и пишет Академия управления И вот Аналитический центр Который входит В нашу академию управления Ну а вот Внутренний предиктор Насколько я смотрел Ваши книги Там же не пишется Фамилия автора Там просто пишется Внутренний предиктор Какой-то коллективный разум А почему Не пишется Именно В свое время Вот эта вот группа Они вообще сделали Очень великое дело В великое дело В каком смысле Они отказались от авторства Вообще культура Ту культуру Которую несет Концепция общественной безопасности Она Не просто предполагает Она прямо заявляет Об отказе От авторских прав На информационные продукты В том числе То есть С нашей точки зрения Это Претендовать на авторские права Это сатанизм Ну по одной простой причине Я вот Сутрирую конечно Да Вы написали Допустим Какую-то Ну не знаю Статью Книгу И так далее И вы ее объявили Своей Интеллектуальной собственности Ну так и есть По закону Ну да Так и есть А кто Алфавит придумал Вы отчислили Тому И тем людям Которые придумали Алфавит Ну то есть Это маразм По сути Получается Это с одной стороны Ну а если уже Более Более Так Скажем так Без Доли Шутки Юмора Да Говорить об этом В сегодняшних наших условиях То есть Той цивилизации Которой мы живем Сокрытие информации Ну это Не давать возможности Цивилизации развиваться То есть Это вот И есть По сути Ну сатанизм Ну информация Это разная бывает Любая информация Любая То есть Если же Говорить тогда А где Этот штангенциркуль Как мерить За что То есть Ты грубо говоря Там Ну изобрел Там Я не знаю Чего ты изобрел Ну опять же Ту же ручку Изобрел А кто-то Изобрел Пластмассу Кто-то Изобрел Там еще чего-то А дальше Мы опять же Мы придем К алфавиту То есть Это достояние Всего народа Информационный продукт Ну многие С вами не согласятся Они скажут Что Да Я взял Какие-то там Куски Которые придумали До меня Да Но никто же Не придумал То что придумал Я Я вот собрал Вот это все В нечто новое Вот пожалуйста Вам вечный двигатель Ну если человек такой Собрал вечный двигатель Да Ну конечно можно Посмотреть и подумать Но вечный двигатель Он собран до него Называется Вселенная Вообще-то Если он собрал Еще одну Вселенную Да То я сомневаюсь Что это так Вообще Оплата Да И вообще Цена Она появляется Когда есть Дефицит чего-то Или же Создаваемый Искусственный Дефицит Или же Естественный Да Или искусственный Но если мы понимаем Что все процессы Управляемые То с точки зрения Естественного Дефицита не бывает Для чего Вот это Закон О защите Авторских прав Для чего Он создан Для того Чтобы держать Систему То есть Имеется ввиду Цивилизацию В повиновении Для того Чтобы управлять Понимая Что вся Цивилизация Управляемая И Ежели Давать Всем Знания И давать Любое Знание Которое Там Появляется Да То тогда Управлять Цивилизацией Станет невозможно Люди будут Все знать И понимать Будут знать И могут Там делать Делать Любые В смысле Получать Любой продукт Делать Любую вещь Ну и так далее То тогда Те кто Сидят За этим И рулят И соответственно Управляет Всей нашей Цивилизацией То есть Заставляет Нас с вами Работать На них Они просто Непросто Не нужны Им нужен Вот этот Закон Авторских Прав Для того Чтобы При необходимости Когда появляются Такие Мощные Скажем так Такие Технологии То есть Купить их И держать Ну где-нибудь У себя Там В загашнике Дозированно Выдавая В общество То есть Не давать В полной мере Удовлетворить Те потребности Которые Есть У человека Ну то есть Раньше Были Закрытие Знаний В монастырях Да В каких-то Организациях А сейчас Это вот Как авторское Право Режется Да И при этом Надо понимать Что На сегодняшний День Да Вот кстати Вот Как Такое Как картинка Да На сегодняшний День Уже есть Технологии Которые Позволяют Допустим Те же Двигателя Да Привести КПД Очень там Серьезному КПД С минимальным Выхлопом И переводом Допустим На альтернативные Виды энергии Технологии Уже лет Двадцать Придумают Больше Так И дело в том Что придумают Но их Не внедряют А потому Что сейчас Вот В основном Все держится На нефти Да И держится Ну за то Что мы называем Геологическое Энергоносилие То есть проще Проще управлять Вообще Все этой системой Через Вот Эту составляющую Ежели мы Ну условно Сейчас изобретем Двигатель Который будет Там На воздухе Там работать Да А те Кто Вот Этих всех Заводов Насоздавали И так далее Кто на этом Живут Как они будут У них Рычагов Не будет Значит Таторский коллектив Считает Что информация Принадлежит Всем Да И если Ты что-то Написал Ты Не обязан Требовать За это Деньги Не просто Не обязан А ты Не имеешь Права Интересно А почему Тогда Они скрывают Свою фамилию Фамилию Написали И деньги Не требовали А зачем А при этом Надо понимать Они же тоже Простые Ну в смысле Простые Обыкновенные люди Чтобы не было И давления В том числе И самое Ну тут вот Формулировочка Она звучит Следующим образом Важно Не кто написал А важно Что написал Простой момент Вот те люди Допустим Вот они писали Писали там Хорошие штуки А потом их там Грубо говоря Враги там Взяли там Где-то там Зажали И заставили их Писать там Плохо Ну неправильные вещи И что А люди Да вот Это же тот же Вот Он сказал же Это Создание Авторитета Это Поддержание То что мы называем Толпы элитарного Общества В том В котором мы сейчас живем А концепция Общественной безопасности Она не просто Альтернатива Этого происходящего Она альтернативно Объемличе Она вписывает Она позволяет Объяснить то Что происходит Позволяет показать Как Почему это Произошло И позволяет Контролировать Чтобы не было Возврата Вот В происходящем И один из аспектов Здесь говорит Именно о том То что Главное Не кто сказал А что сказал Потому что Может авторитет Так называемый Да Он может просто Напросто ошибаться Или его заставили А может Обыкновенный Там человек Я там Вы Выдать Такую вещь Которая Вот таким Авторитетом Не снилось Поэтому главное Не кто Сказал А что сказал Почему вы считаете Что то что написано В концепции Общественной безопасности Это есть правда То есть люди Могут ошибаться То есть они тоже Могут где-то Ошибиться А вы на этом Строите свое А практика Критерия истинности То есть Это С точки зрения Даже вот Сегодня материалистического Там мировоззрения Да И в принципе Да Практика Критерия истинности То что То что О чем мы говорим То что Мы говорили ранее И то что Те давали прогнозы На основе концепции То есть В подавляющем Большинстве моментов Ну близко Там Если не к 100 Там процентов Но очень близко То есть Очень серьезный Такой процент Позволяет Устойчиво Прогнозировать То что Происходит То есть Давать прогноз И прогноз Этот обоснованный И соответственно Он реальный Вот Ну то есть Вы это все проверяли На практике Ну на протяжении Как минимум Уже 15 лет Все это дело проверяется И ошибок нет Нюансы Какие-то такие Скажем так Огрехи Некоторые они есть Они исправляются То есть мы к этому Очень спокойно относимся Более того Что мы всем предлагаем Всем абсолютно Да Мы говорим Вы посмотрите Может быть мы что-то там Неправильно сделали Вы посмотрите Скажите нам Но только не то Что я так считаю А я считаю Потому-то Потому-то Посмотрели Если это так То конечно Это исправляется А книжки Вы говорите Пишутся сейчас Да Да Конечно И тоже авторы Себя не называют Нет А как тогда происходит Вот Как бы Принятие человека В коллектив авторов Потому что Людей много Идей много Да Как вы Определяете Что мы вот этого человека Возьмем И он будет писать Да А этого Нет Человек сам определяет Мы определяем Мы определяет Сам человек То есть Каким Если так Конкретно Да Как это происходит Ну обычно То есть Человек присылает Какие-то свои материалы То есть Мы смотрим Да Интересно Обычно Это Ну идет Какая-то там Переписка Начинается Электронная переписка Мы спрашиваем Насколько важно Для человека Что будет стоять Его фамилия Это один из таких Тестов Ежели человек говорит Для меня не важно Для меня важно То что О чем правильно Я говорю Что или нет Потом второй вопрос Задается Обычно Как вы не против Если мы какие-то Аспекты Поправим Ну естественно Вам дадим На утверждение То что посмотреть Человек готов То соответственно Начинается Тандемная Или политандемная Деятельность Вхождение Ну а дальше Идет уже Непосредственно Прямой контакт Знакомство Хотя есть У нас Такие Ну скажем так Авторы Которых мы знаем Только вот В виртуальном пространстве Даже в лицо не знаете Человек сидит Где-то там В Уренгое В Уренгое Есть не только В Уренгое Есть и за границей А бывает так Что один человек Написал всю книжку Телеком Либо книжки Это какие-то составные Когда мы с вами Владеем Какой-то тематикой Оба То вот Наиболее Оптимальный Момент В написании Все-таки В любом случае Наш коллективный Разум И наши коллективные Интеллектуальные Возможности Они выше Чем одного из нас По одной простой причине Одна голова хорошо А две лучше И соответственно При этом Есть полное доверие Друг друга И понимание О того Что мы живем По одной концепции И двигаемся В одном направлении То тогда происходит Что-то пишу я Отдаю вам Вы что-то исправляете Дополняете Отдаете мне И в результате Получается Очень мощный На выходе продукт В этом В таком В такой системе Может Участвовать Не только Два человека Может и Три И пять И семь Человек Участвовать Ну а если Один Категорично Не согласен С мнением Другого Позиции Противоположные Ежели У человека Позиция Обоснована Вот я считаю Это потому-то 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 И соответственно Приводит аргументы На которые Нам не возразить То тогда Нам приходится Переосмыслять Свою деятельность Это то Что-то и бывали Конечно Конечно Они Ну я не скажу Что там Постоянно Но иногда Иногда и бывали То есть Здесь обычно Идет движение Друг на другу Друг на встречу Друга Потому что Нет истины В последней инстанции Истины В последней инстанции Обладает только Всевышний А мы Вот у нас есть Вот этот субъективизм И вот таким образом Этот субъективизм Нивелируется И вот таким образом Получается у нас При абсолютном Таком Небольшом количестве Средств Ну и Небольшом количестве Вообще В целом Наш Нашего коллектива Наших соратников Мы Делаем работу Которую Не могут сделать Там Аппараты В которых Несколько тысяч человек А подделки Бывали Что кто-то Там вообще Левый написал Сказал Что я внутренний Предиктор Ой Столько Вот Здесь не просто Подделки Здесь у нас Вот даже бывает Но это обострение Обычно Весеннее-осеннее Происходит Вот сейчас Вот у нас Сентябрь Да В октябре Где-то пойдут То есть Прямо Как кто-то Команду дает Это вот Октябрь И где-то Март-апрель Весной Все это дело Происходит Люди Косяком Идут И соответственно Вплоть до того Чтобы заходит Человек заявляет Я внутренний Предиктор СССР Ну Что ему Хочется сказать Ну Вот Ты какой Северный Олень Больше Ничего То есть Вот Бывает Это такое То что От Простой Так скажем Так Клиники До Таких Вроде Как Якобы Серьезных Заявлений Когда Начинаешь Разбираться На самом деле Могу показать У нас Этих Опусов И присылают И приносят Их Довольно Много Каждый Требует Там Посмотреть Обижаются Когда Не смотришь Но Когда Начинаешь В общем-то Разбирать Досконально И объяснять Что Вот Извините У вас Ну Мягко Говоря Здесь Концепция Никакого Отношения То есть Вы не понимаете О чем Ну Начинает Обижаться Кто-то Обижается Кто-то Не Обижается Ну А Не будет Ли путаница Потому что Ваши Материалы Выложены В интернете Да Кто-то Тоже Вывесит Да Мы Понимаем Такую Составляющую Поэтому Мы говорим И сайт Вода СПБ Все Больше Никаких Других Сайтов У нас Нет То есть На других Сайтах Можно Подхватить Совершенно Дело Конечно Да Но И при этом Тоже Мы говорим О том Что Постоянно Говорим Что Верить Нам Не надо Надо Знать О чем Мы Говорим Для того Что Мы Говорим О том Чтобы То Что Мы Говорим На основе Знания Которые Имеем Мы Пожалуйста Изучите Проверяйте Вдруг Нас Не Туда Понесло И Вполне Возможно Я Более Чем Уверен Особенно В том Числе И Молодежи Относится Прежде Всего Именно У молодежи Вот этот Задел Который Позволит И позволяет Развивать Концепцию Общественной Безопасности Она На месте Не стоит Она Постоянно Развивается То есть Это Не то Что Написано Пером И Все Это Не Догма Дело Свою Противоположность Есть Основные Такие Постулаты Которые Ну Не то Что Не Поддаются Критике Пожалуйста Критикуй Но Опять же Обосновывай Но Именно С позиции Вот этих Постулатов С позиции Целостного Этого Знания Оно Позволяет Понимать Все То Что Происходит То есть Методология Которая Позволяет Разбираться Во всем Происходящем Не Привлекая Никого То есть Человек Может Сам Разбираться И более Того Что Не Совершать Греха Грех Это По-гречески Ошибка То есть Не Совершать Ошибки Человек В принципе Может Действовать Безошибочно Но Не Всегда Это Получается Почему Потому Что Опять же Мы Находимся В среде Есть Давление Среды Есть Управление Ну И в том Числе Но Тем Не Менее Человек Может Отслеживать Свои Ошибки И Вовремя Принимать Решения Которые Позволят Нивелировать Эти ошибки А в пределе И Соответственно Не совершать Эти ошибки То есть Вот это Упреждающее Вести Своё управление Таким образом Что Просто Не совершать Эти ошибки И Вот эти Все моменты Они Очень подробным Образом Прописаны В концепции То есть Изучив Концепцию Общественной Безопасности Ты будешь Лучше понимать Как устроен Мир Как устроена Жизнь И Сам Будешь Лучше В ней Двинуться Не просто Лучше А просто Реально К сожалению Дело в том Что Сегодняшняя Наша Легитимная Наука Она Не просто Не даёт Понимания Происходящего Она Целенаправленно Забивает Человеку Мозг Чтобы он Не разобрался В этом Человек Да Реально Начинает Разбираться Он начинает Ну как У нас Некоторые Товарищи Шутят Разбираться Кто Под землей Морковку Красит Разбираться В причинах Происходящего Не в следствиях А в причинах Ну как Говорил Тот же Козьма Прутков Да От малых Причин Рождаются Большие Последствия И Ну там Ряд афоризмов То есть Очень хорошие Там Постоянно Обращаешь Свой взгляд На зады Чем Сбережешь Себя От знатных Ошибок То есть Не только То что Сейчас В настоящем Происходит Настоящее Это следствие Прошлого А будущее Оно Через Настоящее Произрастает Из прошлого Для того Чтобы разобраться Вот допустим Вот мы говорим Что для того Чтобы понять Что произошло В девяносто первом Году Это как минимум Надо смотреть Рассматривать Начинать Цепочку Событий И фактов Те которые Происходили На земле То есть Анализировать Это как минимум С 1848 Года С момента выхода Манифеста Коммунистической партии То есть Для того Чтобы понять Что произошло В девяносто первом году Если человек Решил изучить Концепцию С чего ему Начинать Дело в том Что здесь Конкретных рекомендаций Давать нельзя Потому что Каждый человек Индивидуально Для вас Для вас Ближе Натура творческая Там что-то связано С какими-то Такими Творческими вещами Допустим Пообщаться С тем же Нашим концептуальным Художником Иваном Пархоменко Который Картины Рисует У нас Пишет Такие великолепные Все Со смыслом С мощным смыслом Это один момент Это даже Не читать Довольно Пообщаться Соответственно Где-то Родственная душа Кому-то Кому-то В эзотерику Сразу Вот ему Давай Эзотерику Вот и все Что такое Грегоры Чтобы понять Туда Но это все Так Все это Так Ежели Говорить Все-таки Когда меня Спрашивают С чего Начинать Я рекомендую Тайное управление Человечеством Книгу Константина Павловича Петрова Диск его То есть Для начального Но Сразу Оговариваю Что Это Необходимо Но Недостаточно Для начального Для начального Входа То есть Ну начальный Он может И Книги Две Довольно Объемные И На Скорость Это Сказать Даже На Технике Те Кто Обладает Техникой Быстрого Чтения Ее Там Не Прибежишь Хотя Пишет Очень Доступно Очень Легко И С Примерами Допустим По Если Взять Мертвую Воду Саму Концепцию Общественной Безаполи Мертвую Воду Она Написана Жестко Чтобы С этого В том Состоянии В котором Они Находились Вытолкнуть Чтобы Они Мыслить Начали Поэтому Она Написана Жестким Таким Тяжелым Языком То Тайные Управления Они Написаны Таким Простым Простонародным Языком Простыми Словами О Очень Сложных Вещах Доведенные Ну а Дальше Конечно Надо Продолжать Изучение То есть Не Останавливаться На этом И Здесь Для Нас Как Своего рода Зарядка Вы утром Делаете Заряд Отжимаете Что-то В любом Случа Для поддержания Тонуса Дневного Необходимо Это делать И здесь То же самое То есть Необходимо Постоянное Изучение Концепции Общественной Безопасности Потому что Она Позволяет Вам Не только Реагировать На происходящего Но и В пределе Не попадать В ситуации В тех Которые Вы бы Не хотели И Соответственно Разряжать Те матрицы Находясь В матрице Концепция Общественной Безопасности Вы Состояние Разряжать Те негативные Матрицы Которые Могут Только Еще Нарождаться Или Разряжать Тем Народившейся Матриц Это Более Высокий Пилотаж Вам Скажут Что это Эзотерика Мистика Не попадает В ситуации Что такое Эзотерика И что такое Мистика Эзотерика Тут Сразу Надо Переводить Как Только Очень Хорошо Что Напомнили Как только Появляются Нерусские Слова Сразу Ищите Русский Перевод Вот Вы Переведете На русский Язык И вам Станет Все Понятно Что Такое Эзотерика Наука Для Посвященных А это Разве Наука У нас Для Посвященных Пожалуйста Бери Изучай Экзотерика Наука Для Непосвященных Вот Эта Пара В этой Системе В западной Концепции Управления На протяжении Многих Тысячелетий Мы Эти знания Так называемые Эзотерические Мы их Все Вскрыли Вот Они Бери Пожалуйста Изучай Все Зависит Только От тебя Естественно Если Человек Оттягощен Какими-то Алкогольными Дурманами Или Наркотическими Для него Это Очень Сложно Но Тем не менее Возможно То Что После Того Как Он Откажется От Этого Изучит Поймет Как Управляет Через Тот Самый Алкоголь То В принципе Нормальному Здоровому Человеку Это Все По силам И Позволяет Опять же Я говорю Что Концепция Общественной Безопасности Вот Вы Задавали Этот Вопрос Она Позволяет Защитить Не только Себя Не только Своих Близких Но и Своих Будущих Детей Внуков И Праправнуков То Есть Это Осуществить Безопасность Всего Общества Ну Такая Хорошая Реклама С другой Стороны Я Отзывов Слышал И читал Что Человек Начинает Изучать Концепцию Бросает Пить Курить У него Взгляды Другие Меняются На жизнь А родственники Этого Всего Не понимают И не Принимают Есть Есть Такая Штука Это Обычно Бывает Когда Человек Откликаются Люди У кого Знаете Как В писании Там написано Ищущему Добряще Добряще Да Стучащему Дотворят И Ежели У человека Внутренний Ей запрос То В конце Концем Ему Приходит Ответ И Когда Он Видит Блин Это Же Вот Оно Вот Оно Но Он Еще Находится В том Состоянии И Соответственно То есть Является Еще Той Составляющей Системы Той Системы Той Концепции Но Уже Он Эти Знания Принял Он Приходит Баран Что Ли Еще Не Понимаешь Вот Счастье Людское А Человек Не Понимает Да Другой Не Понимает Он Закрывается А тут Еще От Человека Агрессия Прет И Закрывается Это Один Из Аспектов Другой Момент То Что Те Кто Управляет Опять Же Цивилизация Наша Они Прекрасно Понимают То Что Рано Или Поздно Это Должно Было Появиться И Оно Появилось Каким Образом То Они Они Работали Тоже На Опережение Работали То И Они Постоянно Делали Каким Образом Постоянно Давали Какие-то Учения Человек Вот Он Вроде Счастье Раскрылся Какое-то Учение Не Будем Вдаваться Туда Полез И Раз И Разочаровался Ему В душу Наплевали Обманули Закрылся Тут Еще Новая Вот Это Свет Туда Опять Наплевали Закрылся И Человек Уже Не Открывается Его Да Нету Нету Правда На Земле То Это Тоже Момент Такой Есть И Вот Это Составляющая Очень Серьезная Очень Такая Мощная Определенного Успеха Им Конечно Удалось В этом Направлении Достичь Поэтому Надо Очень Аккуратно Ежели Вы Сами Поняли Разобрались То Это Не Значит Что Именно Так Быстро Разберутся Ваши Близкие То Что Касается Отношения В семье Здесь В любом Случа Ни В коем Случа Нельзя Давить Узнали Узнали Придет Время И ваше Узнают Нельзя Давить Когда Человек Сам Пожелает Тогда Да А так Продолжайте Спокойно Изучать Двигать Продвигать Концепцию По Мере Сил И Возможности А потом Еще Опять Ж В концепции Там Тоже Вот Эти Все Моменты Они Очень Подробно Рассмотрены Почему Допустим Вдруг Жена Когда Человек Перестает Пить Вдруг Она Начинает То Что Она Раньше Пилила За то Что Он Употреблял Алкоголь А вдруг Начинает Пилить За то Что Не Употребляет А потому Что Она Им Управлять Уже Не Может Потому Что Она Начинает Испытывать Психологический Дискомфорт То Это Связано С Типа Истроя Психики То Это Тоже Надо Знать Концепция Это Подробно Описана Здесь Это Просто Это Знания Знания Которые Позволяют Соразмерно Реагировать На Объективную Реальность Понимать Что Происходит Понимая Какие Причины Приводят К каким Следствиям И Каким Образом Этому Делу Противостоять Или Нивелировать Или Срабатывать На Опережении Это Определяет Сам Человек Для Себя Без Всяких Каких-то Дополнительных Гуру Каких-то Практик Ну И так Далее Это Знания Концепции Я бы Даже Наверное Сравнил Как Своего рода Наверное Знанием Допустим Азбуки Арифметики Там Очень Много Пластов Кому-то Достаточно Условно Первого Начальной Школы Кто-то Придет Разберется То Что Да Есть Глобальное Управление Есть В целом Управление Вообще Вселенной То Что Вселенная Управляется На Одних И тех Принципах Как И в Глобальном Так В Региональном Так И На Макро Уровне Так На Микро Уровне Разобраться Что Такое Приоритеты Что Такое Пять Видов Власти Как Это Все Дело Происходит И Кто-то Пойдет Дальше То есть Кто-то Освоит Грубо говоря Среднюю Школу А Кто-то И Пойдет И Выше Тот Кто-то Начнет Понимать И Разбираться Во всех Игрегариальных Составляющих Матричных Составляющих Это Как Математика Есть Арифметика А есть Высшая Математика Понятно Ну Тогда Подводя Черту Можно Сказать Что Концепция Это Инструмент Жизни Да И Познание Жизни Окружающей Концепция Это Ну В принципе Можно Так Сказать Это Методология Это Методология Что Такое Методология Это Метод Получения И Нового Знания В том Числе То Что Вы О чем Вы Сказали Но Это Не Совсем Полно То Звучать Это Будет Вот Таком Ключе То Как Жить И Общество В целом И Отдельному Человеку В частности Конечно И Как Жить Правильно Без Ошибок Да Все Вот Эти Вот Вещи О чем Мы Говорим Что Да Их Надо Начинать Изучать По сути С детского Сада То есть Какие-то Азы Давать Дальше Это Школа Ну И Соответственно Мы Считаем Что К моменту Полового Созревания Дети Уже Должны Достигать Устойчивого Человечного Типа Строя Психики Ну То есть Понимать Что Происходит То есть Действовать На основе Интуиция Интуиция Это Связь Со Всевышним Через Интуицию Через Эта Связь Под Контролем Находятся Все Его Ну Скоро Что Называется Волевые Такие Вот Вещи Демонические Его Наклонности Должны Под Контролем Находиться Привычка Автоматизма И Инстинкты Рефлекса И В целом Они Составляют Такую Целостную Составляющую Которая Позволяет Ему Состояться Человек Слушай Ну Это Очень Сложно Держать Под контролем Все свои Привычки Там Инстинкты Рефлекса У нас же Большинство Людей Живет Именно Вот По Такому На самом На самом Деле Довольно Довольно Несложно На Каком-то На первых Этапах Да Это Есть Нюансы Но Потом Человек Как Любая Система Он Ходит В режим Самоуправления Сам Собой Начинает Управлять Когда Он знает И понимает Каким Образом Отслеживать То Что Допустим Вот Такие Вещи Ну Простые Допустим Если Человек Там Впадает В Какое-то В Излишнее Такое Эйфорическое Состояние Или В Подавленное Состояние Что Это Такое Почему О чем Это Говорит То В Сегодняшней Системе Объяснений Это Нет На самом Деле Все Предельно Просто У Человека Есть Подсознание Подсознание Видит Все И Сразу То Едет Общение Практически Со Вселенной И Соответственно На уровне Подсознания Колоссальный Объем Информации Прокручивается На уровне Сознания То Это 15-16 Бит Единиц Секунду Очень Медленно И Соответственно Как С уровня Подсознания Но Это Единая Система Как С уровня Подсознания Перекинуть Информацию На уровень Сознания Файл Нужен Предельно Упакованный Это Эмоции То есть Она Поступает На уровень Сознания И Человек Ее Должен Уметь Распаковать То есть Это Первое Когда Вот Такие Эмоции У человека Возникают Это Первое То Что Человек Что-то Сделал Неправильно Когда Плохие Эмоции Да И Когда Излишняя Эмоциональность Или Собрался Делать В будущем Или Уже Сейчас Сделает Соответственно Первое Что Надо Остановить Суету Выявить Отмотать Назад Человек Сразу Поймет Когда Он Начнет Отматывать Постепенно Что Чужие Не Сделал Успокоиться И Начнет Смотреть Это Я Сделал Это И Когда Он Дает Этого Пункта У него Как вспышка Он Поймет Да Вот То Решение Которое Я Принял И Дальше Ему Надо Определиться Или Он Продолжает Это Делать Или Он Делает Начинает Делать Противоположное Или Просто Вообще Ничего Не Делает Ему Надо Определиться С Этим Составляющей То Емоции Это Говоря Как Стрелка Да Хорошо Плохо Да Да То То Есть В Принципе Для Нормального Устойчивого Человечного Типа Строя Психики Нормально Такое Ровное Доброе Доброжелательное Отношение Времена А тогда Вся Подсознание Грегор Отрицалось Напрочь Дело в том Что Отрицалось Да Так Речь Идет О том Что Это Не Какие Публичные Источники Использовались То Что Это Все Оно Было Оно Было В Различных Ну Скажем Так Срезах Общества Но Оно Просто Не Афишировалось А Сейчас Вот Допустим Вот Сейчас Вот Кстати Так Сейчас Пришло В голову А вопрос Для чего Это Делается Почему Такую Вот Сейчас Ну Скажем Так Внимание К этому Привлекает Для чего Это Делается Не Задумывались А Здесь Вот Даже Интересно Не То Что Там Кто Там Участвует А Те Кто Не Участвует Те Кто Якобы Не Прошел Под Тем Или Иным Моментом А Дальше Опять Ж Эти Люди Которые Обладают Определенными Способностями То есть Они Что Вот Прошли Они И Все Каждый Сам По Себе Или Их Начинают Отслеживать То есть Начинают В каком-то Направлении Их Определенным Использовать Начинают Или Нет Начинают Если Опять Знать Что Допустим В 96 Году Когда Были Выборы Ельцина Что Там Более По-моему Двух С лишних Тысяч Экстрасенсов В Москве Работали На Избрание На Это По сути Это Обыкновенные Вещи Для Для Человека Для Нормального Человека И они Эти способности У каждого Человека Есть Только Они Развиты В большую Или Меньшую Сторону Как Это Произошло То Что С детства Нас Эти способности Просто Не развивали Это То же Самое Что Те Ребятишки Которые С детства Никогда Спортом Не занимались Что Статически Предопределенно То Он Как Как Маргарин Будет И Те Кого Целенаправленно Развивали А здесь Ситуация Она Еще Более Усугубляется Дело В том Что Вот Эти Способности Их Целенаправленно Блокировали Раньше И Сейчас Продолжают Блокировать В том Числе И Через Различные Виды Прививок Которые Делаются В детском Возрасте Которые Наносят Удар На Определенные Вот Центры Которые Не Понимают Эти Вещи И Не Чувствуют Проще Проще Управлять Здесь Опять же Здесь Нет Никакой Сверх Естественности Это Обыкновенные Составляющие Обыкновенного Нормального Человека У человека Это Все Есть И Вот Это Надо Просто Знать Потому Что Есть Условно Люди Есть Чемпионы Мира По Поднятию Тяжести А Есть Обыкновенно Нормальные Люди Которые Занимаются Для себя Подтягиваются На турнике Отжимаются И так далее Но При необходимости Человек Конечно Может Достичь Определенных Высок Как говорится Любой Человек Может Стать Мастером Спорта При Целеустремленности При Постоянных Тренировок И так далее А вот Стать Уже Допустим Более Выше Тут Уже Надо И Другой Тип Тренировок И Соответственно Другой Образ Жизнь В целом Ну Естественно Там Нужны Определенные Способности В том числе Генетические Хорошо Тогда Какие Направления Охватывает Концепция Общественной Безопасности Вот Если В личностном Развитии И в общественном Абсолютно Весь спектр Начиная Вот Скажем Так С потребностей Как Микро Уровня И Описание И Макро Уровня Так И Кончая Пониманием То Что происходит На макро Уровне На микро Уровне Понимание Вот Всего То что называется Жизнь Человека Жизнь Человека В обществе Взаимоотношения Его с природой Со вселенной С творцом И вседержителем Богом Вот об этом Во всем Говорится В концепции Это нормальное Естественное Состояние Человека Именно Концепция Она является Синтезом Науки И религии Объединяет Науку И религию Не Противопоставляет Потому что Когда-то Несколько там Тысяч лет назад Искусственно Разделили Науку И религию И начали Их Сталкивать Лбами То есть Реализовывать Принцип Разделяя Стравливая Власт Концепция Она Синтезировала Не просто Синтезировала Не совсем Наше Нерусское Слово Она Объединила То есть Она вернулась Ту сущность Составляющую Изначально Которая Она Жизнь Которая Она должна Быть Которая Была И которая Есть Естественно Будет Наука И религия Взаимодополнение Взаимопонимание Это Простые Опять же Я говорю Что Объективные Составляющие Для нормального Здорового Человека Сверхъестественного Здесь Абсолютно Ничего Нет Сверхъестественного Возникает Тогда Когда Человек Что-то Не понимает Или же Кто-то Хочет Сделать Так Чтобы Он Не понимал Тогда Ну Сверхъестественно Чудеса Как Допустим Тот же Копперфиль Самолет Своровал Фокус Ну Люди Вроде Фокус Не понимают Стену Своровал Но При этом Надо Понимать О том Что Такие Фокусы Проводились И Несколько Тысяч Лет Назад Были Такие Фокусники И В результат И кается Нам До сих Пор Поэтому Сейчас Фокусы Несколько Иного Характера Но Сейчас То Что Мы живем В такое Вообще В принципе Удивительное Время Когда Смена Идет Работает Закон Времени Мы его Называем Закон Времени Который Этим Фокусникам Долго На этих Фокусах Не позволяет Паразитировать Люди Очень быстро Начинают Разбираться Но Тем не менее Все-таки Пока Они до этого Доходят Пока Не разбираются То есть Уже Такой Очень Серьезный Ущерб Наносится В целом И В целом В системе Всего общества В системе Нашей цивилизации Понимания Пока У наших Людей Пока Не достаточно Для того Чтобы выбраться Из Вот этого Тупика А концепция Его дает Да И при этом Дает Нравственный Праведный Мы О нравственности Когда мы говорим Мы говорим О нравственности Той Которая Ближе К праведности Для всех Для всех Людей Абсолютно То есть Для тех Ну Для тех Кто желает Конечно Каждому Человеку Это Необходимо Изучать Для того Чтобы знать И понимать Чтобы Не попадать Ну В какие-то Ну Просто-напросто Нездоровые ситуации Это Знания Которые Позволяют Человеку Жить Чтобы Его Не обманывали И При этом Не нужен Никакой Там Какой-то Гуру Еще раз Авторитет Чтобы Каждый Человек Научился Разбираться Если Вы Умеете Считать И знаете Таблицу Умножения То Какой Авторитет Вам 48 Вы будете Ну Будете Ну Ладно Если Человек Которого Дедушка Который Впал Моразм Думаешь Пожалеешь Да Дедушка Лишь бы Ты Успокоился Но При этом Вы Знаете Что 5 У 5 25 И Вот Концепция Коба И Дота Она Дает Это Понимание Дает Эту Составляющую И Вот Уровень Скорость Вообще Развития Цивилизации И Цивилизация Именно В направлении Построения Нравственного Праведного Общества Она Зависит От скорости Освоения Именно Концепции Общественной Безопасности То есть В концепции Сконцентрированы Наиболее Такие Нравственные Вещи Наиболее Знания Которые Позволяют Построить Справедливое Жизнеустройство Построить Именно Ту Цивилизацию О Которую Мечтают Простые Обыкновенные Нормальные Люди Построение Но В терминах Религии Построение Царства Божьего На земле В терминах Материалистов Построение Коммунизма